Светит, но пока не греет. Это про солнце в феврале в Сибири. Долго вот так нежиться баклучками и загорать не получится уже с понедельника. Будет снежно, а потом вообще ударит серьезный минус. Так что пока ловим теплые моментики. По данным Краевого гидрометцентра в ночь на субботу 11 февраля минус 27. Днем полегче. Воздух прогреется до минус 15 и будет солнечно. В ночь на воскресенье снова мороз минус 24. Но днем вполне приятный минус 12. Так что активный отдых очень даже возможен при такой погоде. Особенно охотно горожане уезжают сейчас за город. Подальше от скопившегося смога. Режим НМУ у нас длился почти неделю. Отменили его только накануне. И сегодня же ввели снова. То есть жить под смогом будем до 13 февраля. На днях Красноярск попал на первую строчку антирейтинга на сайте IQ Air. Загрязнение под датчиком видно и на портале неболайф. Особенно превышена концентрация вредных веществ, судя по сайту, на Северном шоссе, в центре, на Парижской коммуне и в Березовском районе. В понедельник будет снежно, говорят синоптики. Ночью сохранится серьезный минус. А вот днем всего минус 9. Во вторник в день всех влюбленных природа, кажется, сжалится. Ожидается всего минус 8. Запахнет весной. Владельцы загородных баз, особенно стоянок в эко-стиле, говорят, на сладкие праздничные даты почти все расписано. Особенно быстро разлетелись места в домиках типа Афрейм. Это украшенные вигвамы выходного дня. На день всех влюбленных теплых местечек уже нет. На 8 марта еще есть. Красноярцы готовы платить за сутки. В среднем от 15 тысяч в будние дни и до 18 в выходные. И закупели сауну. Еще тоже доплачивают тысяч 6. А можно в минус 8 сходить и на дрифт на Красном кольце. Там выходные и бесплатный вход. Комфортно должно быть в такую погоду и в Бобровом лагу. Там пройдет этап соревнований «Снежные бобронавты» для детей от 4 до 13 лет. Анастасия Цыганова, Андрей Ткачук. Новости Прима.